Эти автомобили отправятся в новые пожарные части Хабаровского края, в село Краснореченское в Хабаровском районе и Найхин в Нанайском. У современных машин повышенная проходимость и шестикубовый объем бака для воды. Оборудование позволяет забирать воду даже в труднодоступных местах. Для каждой новой части, которую вскоре построят, предусмотрено по две единицы техники. Мы сегодня определились с подрядчиком, сегодня определились с земельными участками для экстрактиса. Уже набран личный состав, обучен, подготовлен и мы ждем, когда подрядчик приступит к выполнению своих работ. Ключи от новых автомобилей передали разным подразделениям спасательных служб. Это не только пожарные машины, но и пять единиц спецтехники, которую задействуют в поисково-спасательных работах. Для нового подразделения противопожарной части в Краснореченском также предназначены УАЗ, Урал и два снегохода. Вездеход отправится в Николаевский район. Там есть уже один у них вездеход, но практика показывает, то есть с одной стороны Амура у нас один находится и теперь будет на второй стороне находиться, чтобы не переправлять их по необходимости с берега на берег. Новую технику закупили на средства краевого бюджета. По словам губернатора Михаила Дегтярева, машины помогут специалистам более качественно выполнять свою работу. Потрачено почти 90 миллионов рублей в прошлом году. В этом году снижать темпы мы не намерены и будем продолжать дооснащать и обновлять технику. Закупать машины для аварийно-спасательных подразделений в крае будут как для действующих частей, так и для новых. В этом году свои пожарные подразделения также откроются в Переяславке и Елабуге. Анастасия Привецкая, Виктор Казаров, Большой город.